Дом Солнцевских Дом Солнце три года назад из Подмосковья. Решил стать фермером. Стартового капитала не было. Получил областной грант. 200 тысяч рублей. Плюс льготный кредит из фонда поддержки малого предпринимательства. Еще 400 тысяч. Купил 7 коров. Прошел год. Ни коров, ни денег на возврат кредита. Я надаривал 40 литров. В день я продавал. Не мог я с концами свести. Попал я в это колесо. Не могу. Да совсем. Тогда и решил стать фермером. Чтобы реализовывать молоко, поставил Богородицкий палатку. Дело не пошло. Хотел взять в аренду землю, но тоже не получилось. Точнее, не смог договориться о цене. Честно сказать, я и в администрацию особо-то не обращался. Из беседы с Александром Викторовичем я понял, что он в первую очередь обращался к собственникам земли, не в муниципалитет. То есть заявление муниципалитета о предоставлении выделения земельного участка для ведения сельхозпроизводства не обращался. Сейчас в аренде Солнцева находится пруд, где он выращивает рыбу. Землю в администрации района ему готовы дать. Было бы желание обрабатывать. Тем более, что свободные участки около деревни есть. Мы можем сейчас посмотреть вместе. Вот Александр Викторович сказал, банкротится КФХ Алдошин здесь такой. То есть будем расторгаться сейчас в судебном порядке договор аренды. Если у него есть желание заняться, обрабатывать землю, вращивать зерновые культуры, то мы, естественно, готовы с ним вместе поработать. Сейчас в деревне Черняевка проживает около 250 человек. Это 120 домов. Раньше все жители поселка работали в местном колхозе. В 90-х он развалился. Работы не стало, молодежь начала разбегаться, школу закрыли. Вопрос, который Александром поднят, он правильный вопрос. Он вообще, так сказать, вопрос не риторический. Он действительно вопрос для развития и сохранения нашей исконно традиционно русской деревни. Он очень важный. Но туда, куда газ приходит, там мы понимаем, что в этой деревне жить будет. Газ в Черняевку пришел в прошлом году. Но из 120 домов на газификацию согласились меньше половины. Ночью в деревне темно. Фонари не работают. По факту выход из ситуации есть. Можно вступить в программу «Народный бюджет». По нему освещение сделали во множестве поселков. Но глава администрации муниципального образования, куда входит Черняевка, сказал, что эта деревня участвовать в программе «Народный бюджет» не спешит. Во время беседы Александр Солнцев постоянно повторял, что хочет работать. И что ему обидно, что русская деревня умирает. Куча мусора на обочине дороги, которые здесь вряд ли оставили приезжие, может тоже от обиды.